так тогда начинаем сейчас будут больше такие политические вопросы какой ну общественно ваша абстрактная прекрасная россия будущего состоит только из деревень или возможно модель большого православного мегаполиса нет никаких мегаполисов не будет то что кормила россии так и будет кормить и поэтому оживление деревень какое сейчас есть не предвидится а другого выхода нет на колени примут любые условия потому что все идет оттуда да как это бушевые ножки ничего нельзя сделать мы первая деревня сама себя кормят все здесь есть только начать выжить а подражателей то нету на 440 по губле все молотаем никто не подражает а они начинал строить такой ну там около 28 что ли грузовых машин было на начале гулять пить все развалилось у нас скрепляющий цемент это вера в бога а вам мегаполис и говорить не надо мегаполис это вычищенная чашка в очереди и когда первое стоят по нужности тружить и сельское хозяйство второе ну то там текстильная промышленность одеть человека надо еще третье строительство домов и жилища все все остальное до конца а очень состоит допустим 5000 человек вырезанные чашки и желание дайте за что угодно когда голодные на все пойдут и пищать примут и начертание звери где об этом очень хорошо говорит герман львович стерлигов абсолютно правильно население в мире специально сокращают да почему показатели демографии в россии и европе падают вот понимаете одно другим не сходится россия эта страна которая строилась все таки хотя бы на внешнем признании власти мужчины церкви и аборты были запрещены аборты сейчас показывают сколько миллионов при хрущеве при старине сам запретил одно время после войны то иначе нельзя было делать ну и получается что аборты все захватили удовольствие дай а плода не надо а во всем мире люди так не живут у них с детства культивируется культ рождение детей я видел как там мамки разные женщины выдают девушку замуж и она должна доставить справку заверенную гинекологом что она девственница ну вообразите у нас это справка то какая в синем классе когда на вторую букву а это уже называется это в кавычках девушка пришло и вот она не хочет потому что смотреть надо интимное место она плачет невеста и бабушки там где тетушки все ее уговаривают это где-то там далеко от нас зачем сокращать население он мусульман дальше наконец дают справку что она не притронутая и они обнимают друг друга со слезами целуются про невесту и забыли что мы не себе берегли в школе она одна не была нигде не позволяли одной пойти туда-то и они сохранили теперь мужу показывать справку это нужно библия говорит об этом когда женятся берут новые простыни и после брачной ночи на этих простынях с каждой капелькой крови расписываются свидетели родители жених но вот он и возновил и говорит у вашей дочери я девствен не нашел тогда родители пусть придут и растерят ее одежды брачные перед народом твоя подпись ты же говорил нашел что она девственница ты говоришь и на него накладут большое пение платить сколько ну допустим 5 миллионов рублей и теперь ни под каким видом ты с ней разместись не можешь это библия об этом говорит и поэтому рождали дети как радость как продолжение рода как благословение жена как плодовитая лоза потому что много было войн и все они вручную друг друга побивали и поэтому нам надеяться не на что россия исчезающая страна последнее сражение она исчезнет по смыслу так войска должны где-то прийти к иерусалиму и там погибнуть я слышал это толкование и очень похоже сунутся туда потому что все вакцинированные заводы мира находятся там и там ее кости будут хоронить 7 месяцев собирать бог погибнет и понимает это север это севера то там турция она может быть за одно только с ними я говорю так как политики говорят ну и есть библейские отражения туда свет падает так и будет москва в этом я уверен будет сожжена в один час откровения 17-18 главы я много раз говорю на эти темы были которые не соглашались а в конце все согласятся я это могу доказать в течение десяти минут любому сейчас не время я немножко уточню вопрос с вашего разрешения население специально сокращают ли и зачем это делать да вопрос второе уже касается вот если бога то нет я чтобы понять человека я так быстро перевоплощаюсь как бы я рождаюсь таким знатным мысленно и теперь ну как кеннеди на него обратили внимание еще на студенческой скамье как жаклин говорит что он очень перспективный и они басонство приглашают и рассказывать если не соглашается до дома не дойдет я считал про это знаю и вот стоит задача какая у нас там установить порядок на земле ну собянин выступает себе и говорит три миллиона московской области вообще личное население которое не работает еще я посчитал в интернете говорил мне лет я его лично не слышал но я в это верю масоны во всем мире спасали эту задачу утилизовать 7 миллиардов а зачем они когда не работают почему умерший умирая король сказал хотел бы я на том свете превратиться в какую-то бациллу вирус и уничтожить этот мир чтобы природа не заражали если бы я не верующий был бога я бы обязательным масоном был навести порядок на земле вот так почему потому что зачем люди которые лгут не верят в бога безобразничают убить учительницу может и с их стороны не с верующей как верующий все это безумие и сатанизм даже думать об этом нельзя никто не права кого-то убить дьявол человеку убийца лжец но их стороны не признание бога они находят это решение потом вакцина потом дать потом уберечь об этом пишут бесконечно много даже говорит не я насчитал у меня только я набрал 72 ролика по этой теме герман стерлингов утверждает что самое лучшее устроение общества было при судьях а уже потом монархия и все прочее как вы смотрите на это было когда самое лучшее при судьях судьи было бы присудьях судьи при судьях было общество не пойму присудья при судьях в библии в ветхом завете судья в ветхом судья были я так и понял в россии никогда так не было но вот он говорит что такое устроение общество было бы самым лучшим библия об этом говорит и когда потребовали чтобы дать нам как у других народов господь говорит они не тебя отвергли они меня отвергли я не могу мыслить иными категориям как священное писание герман стерлинга в данном случае совершенно прав но народ к этому не подготовлен только можем так офимерные какие-то замки строить это невозможно и никто это не примет людям нужна свобода в самом глубоком рабстве свобода безобразничать блудничать больше ничего там нету истинно свободных людей нет мы привязаны тяготением к земле вот и все кончилось мы привязаны к этой траектории земли который летит и так ниже 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 ничего этого нет когда наступила перестройка а я был в лагерь вот где гуляю тут приезжали люди и кгб и разные разные я даже не знаю высокие звания люди и спрашивал я поступал пока не в городке новосибирскому какой строй у нас лучше а я в армии изучал все системы мирополитические не зачем просто для себя я как перед глазами уже среди межфилиппинской и шведской вот это надо взять что-то оттуда что-то отсюда больше другое не брать это моё мнение было на тот момент когда ко мне приезжали сюда люди такие вопросы важные задавали а можно ли это сделать нельзя я просто теоретизирую у нас одно православная вера вот сейчас истинная вера и архиереи не давать той власти которую они имеют они даже заботиться о просвещении народа а не своей княжеской власти и в этом все они этого не знают они на это не пойдут и архиере одного убирают на другое так он здесь даже выхвещатели все оторвал лампочки все все везде отдать племяннику феодосий омский скажу уже кто то что то есть православную конституцию нам не ждать нет это будет самый дикий террор когда православным и отдадут власть сегодня они под именем бога начнут такое вытворять в небо в копеечку покажется и такой будет деспотизм комсомольская правда писала я с ней согласен о котором мы только можем догадываться даже сейчас не имея власти они что делают убирают там жалуются скидывают а тут полная власть даже думать нельзя об этом пусть занимается божьими делами а кесарь кесарю как вы относитесь к идеям ослабление роли государства в жизни общества брать например многие стандарты как например роспотребнадзора дать больше свободы предпринимателям роспотребнадзор нужная та система которая меня душила все годы и говорят лагерь закрыли они не закрыли когда я увидел что возможности нету полицейские машины дежуре день и ночь здесь на утро я попросил собрать собрание деревянское сформировал лагерь лагерь не закрывали я не могу никак доказать и когда в суд они подали чтобы прекратилась деятельность 90 дней а лагеря нету то есть они били в пустоту там нет лагеря теперь без государства нельзя это будет анархия которая хуже всего и потом всякая власть от бога самая первая власть была мужем с женой все матери над детьми это власть от бога а сказать что они будут делать вот так не будут делать так как нам кажется самое большое сейчас поражение стране сегодняшнему устройству приведет поступать поистине вот включить такое правило если говорит человек не правду это нормально а если правда его за это судить надо а почему сейчас попробуйте статистику внестите и поправки говорит только правду полиция что мы и геи прокурора не наклеивали там обвинение то другое что будет к верх ногами все станет и поэтому как есть так оно и есть а лучше или хуже это бог разберет мы должны молиться за власти больше нам не дано и мы каждый день вы слышите перечисляем Путина Мишустина Дональда по порядку всех мы за всех молимся вы произнесли стерлингов он стерлигов там нету буквы ну видимо он убралось чтобы не понял что это барышник меня спрашивают а как вы к Герман относитесь я говорю одно слово ему великий разрушитель он ничего не созидает великий разрушитель с большой буквы вот все в церкви все до одной еретики он знает одного епископа который вот никому не скажут его на всем мире а теперь и того епископа не стало будто бы все обман интересно хлеб там по полторы тысячи булку вот и теперь мука и как закваска какая какой то имеет вот она нормальная закваска нет другая и когда все сделали там мужики околали его с бородами а доверяют ему он говорит и соль должна быть ну да соль особая но мы взяли байкалочка там соль вообще чистейшая нет соль должна быть только где то с шахты которая света не видела так мы но это никто не знает а я не скажу мне у него оттуда соль обманщик высочайшей марки но говорит иногда правильно поэтому мы должны вычленить нужное особенно объявляться по длине он говорит на сто процентов правду а у русской у русской культуры есть будущее я слово это вообще никак не переношу культура преподавание ну ладно что такое культура вот которые я говорил Малашин Юрий Николаевич режиссер он говорил вот там лежат банки большие эти когда были бобины такие снимали фильмы где то крестик сверху только поставить и уже вся эта культура а там блудодеянина снимали как тогда было как Верочка все эти фильмы первые открытые блуд творили я не признаю это слово культура оно нужно но я его не употребляю почти нигде а слово проблема истребил намертво заменил его нерешенные вопросы начинай его решать поэтому нас не в скультуре Бог спросит о жизни во Христе а в жизни во Христе все признают тебя очень культурный человек он не ругается он внимательный он такой заботливый он выслушивает он не за кулисами не будет тебя подосить самые культурные люди если брать культуру и образование в одной строке это люди знающие свой путь до конца а если ты только этой жизнью живешь весь мир приобретешь в душе повредишь какая тебе польза от этого так что быть не культурным а истинным христианином а в этом заключается вся и культура а не то что культ ура не надо хорошо а есть ли у русских будущее когда я был в Америке я сделал заклад там называется будущее русской эмиграции народу было много разные нации перевозчики были я согласно Слову Божию и 12-го тома я на столуце показал 72 года пленения которые израиль был повторились на России полностью будущее ваше только в полной покорности Слово Иисуса Христа и вы вернетесь домой они не торопятся они там прижились да еще мало было молодежь туда уезжает я на всех смотрю на тебя как на предателя тебя учили работали теперь поносит президента ну и все такое это настолько Богопротивно будущее только во Христе со Христом уверование настоящее крещение жизнь по заповню Божию и сказать а вы какое сюда вклады я всю жизнь сюда положил и мы можем что-то показать только и всего вот так как вы видите как вы видите что будет в ближайшие лет 50 с Россией то же что и во всем мире теперь жизнь прежде не будет задача стоит аутилизация 7 миллиардов как они говорят к этому будут подгонять первое что это исчезнут деньги и может сейчас в октябре в ноябре ударите все и все на карточку переводите а дальше никто не переводит пропали люди кинутся в очередях давить все будут а дальше на карточку ты из наборника старай себе хочешь не продать не купить сегодня без маски заходят в магазин не продают хотя закона такого еще нету это превышение закона дальше границы исчезают ни одно государство другому не скажет война когда я говорю в мир это три слова об отекте русского идеолога Владимира Сергеевича Соловьева это определенно когда говоришь а какая столица будет начинает гадать не угадать Иерусалим и там будет правитель его имя уже известно и время его царствования полное его царствование будет три с половиной года или сорок два месяца и в священном писании называется антихристь можно написать большую букву как имя его и какая будет жизнь она подробно описана в священном писании 13 глава апокалипсиса вот в этом есть ответ какие дальше события будут а можно как-то сделать по-другому никак я объясняю вы сидите сейчас вот поднимите руку вот я показываю ну видите какая большая рука я теперь ближе приближается начинает служать все ярче и ярче видите как и теперь совместилась тень с этим идет проекция того что в плане Божьем это Божья режиссура так скажу это написано это исполняется и противодействует этому при всем желании бесполезно у Бога это вымерено у Бога начинает хвалиться корабль построили на его сам Бог не потопит если слова говорил человек который построил самые большие корабли в мире и что за два с половиной года там где-то оторвался айсберг он потихоньку набирался до того места где превратить ему путь и он пойдет ко дну тысячи людей погибло другой меня если я наберу если там процентов восемьдесят то меня сам Бог не остановит я буду президентом набрал восемьдесят пять процентов голосов и умер внезапно поэтому не надо загадывать но вот я в общем плане показал как это будет будущее потерять и может внезапно раскрыться но на короткое время жить негде люди ищут правды они ее здесь найдут сразу строят все деньги есть можно и свои леса тут где-то покупать привозить участок выкупить машины если есть лесовозы лесопилку построить ну и все могут ли быть масоны хорошими это понимаете вы мне задаете как христианину я этой темой занимался 14 лет и если бы я был там я говорю что по другому нельзя это люди которые поставили задачу которую мы пытаемся выполнить своими силами навести порядок не удается а они глобально во всем мире это сделать готовность жить и умирать и поэтому в мыслях это хорошие люди в смысле в общем что они делают дело сатаны ну может ли быть может на вашей семье нет все хорошее основном масон может быть а их полно ну я имею ввиду более в таком истинном плане ну определенно я скажу что есть и военные и есть зарегистрированные общины президент Ельцин его жена Давид Ашвили отвечает надевает а вот этого там на Украине Владимира Зелинского прямо открыто сразу ему знаки все масонские повесили на него прямо открыто они не скрывают на Мальте на Мальте зачем на Мальте ездил Горбачок опубликован это не было это последний договор как дальше вести перестройку чем закончить масоны стих позиции если Бога нет это самые хорошие люди а если знать что Бог есть это самое неугодное вот так а я верующий поэтому ну а вот вы встретились да я встретился я встретил это дома вот когда верующие расстегивают верхнюю кулу я боюсь это у них знак если или галстук если снял галстук пуговицы разверни если костюм застегивается только одна верхняя пуговица и вы на них посмотрите на всех когда они идут три-четыре пуговицы а у Сталина все пуговицы застегнутые просто надо знать правила я просчитал их устал где-то и увидел что многие сами того не знают вот я никогда расстегнутые не буду я в армии видел как наказывают а тогда в армии за расстегнутые пуговицы наказывали я застегнулся навсегда я им не принадлежу остались такие общие вопросы из других тематик парочку зачем Дмитрий Быков приезжал в Потеряевку это писательство понимаете Эльвира Горюхина она как писательница корреспондент назовем очень смелая когда воевали с Чечнёй она встан туда к ним четыре раза проезжала тогда в то время ее никто не убил видимо она знала как вести себя и она была в Потеряевке не один раз она написала прекрасную статью в нашу газету газета название и он прочитал когда это что такое деревня какую-то и он сразу решил приехать и развлечать это все а когда написал а его статья частично у меня написана для слова Божия нет ус я говорю первый раз в жизни столкнулся такой командировкой что не знаю что сказать он был здесь мы разговаривали Дмитрием Львовичем близко но сказать что он умышленно врал я не знаю он еще не записывал я говорю почему не записываете я так запомню и многое многое переврал ну не так было говорено надо записывать вот на это дома прокрутить на несколько раз как здесь да дачник называется журнал я рассказываю она написала пришла все расспросила печатала статью на бумаге мне прислала деревню я прочитал ей это слов замещали она все учила и напечатала у меня есть журнал так и здесь он решила провернуть ее и показать что православные у меня прямо задача стояла дело в том что когда я вернулся в университет вести занятия а пролектор Семкин Борис Васильевич как его считал там Тамара Савалей самый умный из всех профессоров а у нас близкие отношения с ним было и я говорю он мне говорит сначала Игнатий Игнатьевич вот в журнал пришел там у вас написано смена там приложение я говорю хороший да никак не пойму вроде и хороший тоже в римляне хорошо и он говорит как есть а потом раз вернет такие слова как будто бы он совсем чужой человек и как мы говорили и как его проверяли и он это все написал правильно ну а дальше он говорит и это самый настоящий Ватикан нас Ватиканом назвал ну Ватикан так Ватикан может быть он имел положительный смысл а дальше опять говорит и опять вернет такие слова я говорил когда он такой с пузырем здесь и батюшке день рождения 20 сентября было батюшка взял пояс он мне столько не сходится и говорит что ж ты такой-то себе он говорит так у меня Бог таким сотворил батюшка говорит не Бог тебя сотворил ты сам себя таким творишь ну и поговорили он побыл не один день здесь и видно что он неверующий и какие слова говорила девушка наша поехала она училась на социологическом факультете и она ему Боги говорила это он эх ты девушка ты знала Бог как то есть как бы опровергает ну а про меня говорит нечего фанатик я говорю вот сколько дети купаются у нас и как сделали мы и ни один не утонул все это будем обнеслить и огорождение как настоящее где-то и он здесь даже ну где ему там быть я там несчастному слышу когда все это запечатали все дорожит проверили один раз и он говорит а вы счастливы вот тут в одну семью зашел где бабушка не вышла к нам счастливы или нет а в общем то знаете а счастье это и библия нам еще толком не скажется ну ладно если это счастье то вы счастливы а оружие у вас есть она сразу мне позвонила марина или прибежала и говорит такое дело я говорю перепроверили снова созвонились редакции и это не оттуда действительно командированные все ответили назвали ну и им ответили оружия нет мы молимся господь нас хранит то есть он не знал как быть дальше столько лет журналист писатель здесь впервые не знал учитель это проводиться сказал эти люди говорят хорошая матушка ездит она такая такая то что она готовит как выглядит я уже знал еду к чему то необычному а тут пришлось за столом чашку вылизывать правило то один для всех не наклоняться я не буду менять для него где то отдельно и он это все подметил но многое переврал их надо было записывать потом я ему написал опровержение и он не ответил не ответил причина какая не знаю а отвечать там еще было я говорю вот как было а ты вот как написал как она написала в игре барбаша 300 гусей а он ни одного гуся не держал никогда тут и доказывать не надо у меня перышка нет и это точно так же а вот там были такие какие то люди вот они в ванне огурцы и соли такие мелочи которые никому не нужны а что главное было говорить он написал он не один он фотограф он бурак какой то буряк или бурак фамилия его что значит для вас красота ну конечно как сразу до советской красота спасет мир какая красота я вспоминаю Баймонта к слову сказать Константин Дмитриевич это тот писатель Павел вот мои стихи у меня 3467 стихотворений по 36 проще ну кому то вы подражаете я говорю никому не подражаю но если хотите они похожи на стихи Баймонта потом я уже когда считал я ему не подражал и он говорит одна из в мире красота любви печали отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа вот это Христос и Достоевский об этом очень хорошо сказал что прекраснее Христа никого нет если бы кто доказал мне что Христос истинный совместимый то лучше предпочел бы остаться со Христом чем с истиной истинное совершенство красоты во Христе Иисусе во всем и полагаем что и во внешности вот у него рост вроде бы как пишут метр восемьдесят два ну согласно плащанице почему вы решили жить в детстве со своей супругой господь ведь сказал плодитесь и размножайтесь и дополняйте землю ну так часто ну это мы говорили об этом на этой теме когда было сказано и о чем вот учителя все говорят